Квартал святого Якова Милая Нунча летом прошлого года умерла на улице во время танца. Редко бывает, чтобы человек умер так, и об этом стоит рассказать. Милая Нунча в 23 года осталась вдовою, с пятилетней дочерью на руках, парая слов огородом и тележкой. Веселому человеку немного надо, и этого ей было вполне довольно. Работать она умела, охотников помочь ей было много. Когда же у нее не хватало денег, чтобы уплатить за труд, она платила смехом, песнями и всем другим, что всегда дороже денег. Не все женщины были довольны ее жизнью, и мужчины, конечно, не все. Но, имея честное сердце, она никогда не трогала женатых и даже часто умела помирить их с женами. Она говорила, если мужчина разлюбил женщину, значит, он не умеет любить. Лет десять сияла Нунча звездою, всеми признанная первая красавица, лучшая танцорка квартала. Даже иностранцам показывали ее, и многие из них очень желали беседовать с нею наедине. Это всегда смешило ее до упаду. На каком языке будет говорить со мной этот сто раз выстиранный сеньор? На языке золотых монет, дурочка. Какой-нибудь месяц Нунча и ты богата. Подумай хорошо над этим. Нет, отвечала она. Я люблю мое тело и не могу оскорбить его. И вот однажды, когда люди выходили из церкви, кто-то заметил удивленно. Смотрите-ка, Нина становится совсем точно мать. Это была правда, как майский день. Дочь Нунчи незаметно для людей разгорелась звездою, такой же яркой, как мать. Ей было только четырнадцать лет, но очень рослая, пышноволосая, с гордыми глазами. Она казалась значительно старше и вполне готовой быть женщиной. Даже сама Нунча удивилась, присмотревшись к ней. Святая Мадонна, неужели ты, Нина, хочешь быть красивей меня? Девушка, улыбаясь, отвечала. Нет, только такой, как ты. Этого и для меня довольно. И тогда впервые на лице веселой женщины люди увидели тень грусти. А вечером она сказала подругам. Вот наша жизнь. Не успеешь допить свой стакан до половины, а к нему уже потянулась новая рука. Вначале не было заметной тени соперничества между матерью и Ниной. Дочь вела себя скромно, бережно, смотрела на мир сквозь ресницы и перед мужчинами неохотно открывала рот. А глаза матери горели все ж одней. Что, нунча, гасит тебя, дочь? Женщина, улыбаясь, отвечала. Большие звезды и при луне видны. Как мать она гордилась красотой дочери. Как женщина нунча не могла не завидовать юности. И настал день, когда дочь сказала матери. Мама, ты слишком заслоняешь меня от людей. А я ведь уже не маленькая и хотела бы взять от жизни свое. Ты жила много и весела. Не пришло ли для меня время жить? В чем дело? Спросила нунча, виновата опустив глаза. Знала она, в чем дело. Воротился из Австралии Энрико Барбоне. Он был дровосеком в этой чудесной стране. Бородатый, могучий, веселый. Он прекрасно рассказывал о своих приключениях, о жизни в дренучих лесах. Все принимали эту жизнь за сказку, а мать и дочь за правду. Я вижу, что нравлюсь Энрико, а ты мешаешь. И это, делая его легкомысленным, мешает мне. Понимаю, сказала нунча. Хорошо, ты не будешь жаловаться, Мадонне, на свою мать. Эта женщина честно отошла прочь от человека, который все видели, был приятен ей больше многих других. Но известно, что легкие победы делают победителя заносчивым. А если победитель еще дитя, дело совсем плохо. Нина стала говорить с матерью не так, как этого заслуживала нунча. И вот однажды в день святого Якова, на празднике нашего квартала, когда все люди веселились от души, а нунча уже великолепно станцевала тарантеллу. Дочь заметила ей при всех. Не слишком ли много танцуешь ты? Это не по годам тебе. Пора щадить сердце. Все, кто слышали дерзкие слова, сказанные ласково, замолчали на секунду. А нунча в ярости крикнула, подпирая руками стройные бока. Мое сердце? Ты заботишься о нем, да? Хорошо, девочка, спасибо. Но посмотрим, чье сердце сильнее. И, подумав, она предложила, мы побежим с тобою отсюда до фонтана, трижды туда и обратно, не отдыхая, конечно. Многим показалось смешной эта гонка женщин. Были люди, которые отнеслись к этому, как к позорному скандалу. Но большинство, уважая нунчу, взглянули на ее предложение с серьезной шутливостью и заставили Нину принять вызов матери. И вот мать и дочь стоят рядом друг с другом. Вот глухо ударил бубен, они сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие белые птицы. С первых минут стало ясно, что дочь уступит матери в легкости и силе. Нунча бежала так свободно и красиво, точно сама земля несла ее. В два конца она опередила дочь на четыре минуты слишком, и Нина, разбитая, обиженная неудачей, в слезах и задыхаясь, упала на ступени паперти. Не могла бежать в третий раз. Бодрая словно кошка нунча наклонилась над нею, смеясь вместе со многими. «Дитя», — говорила она, поглаживая рассыпавшиеся волосы девушки своей сильной рукой. «Дитя», — надо знать, что наиболее сильное сердце в забавах, работе и любви сердце женщины, испытанной жизнью. А жизнью, знаешь, уже за тридцать. «Дитя», — не огорчайся. И не давая себе отдохнуть после бега, нунча снова пожелала танцевать тарантеллу. Кто хочет? Вышел Энрико, снял шляпу и, низко поклонясь этой славной женщине, долго держал голову, почтительно склоненной перед нею. Грянул, загудел, зажужжал бубен, и вспыхнула эта пламенная пляска, опьяняющая точно старое, крепкое темное вино. Завертелась нунча, извиваясь, как змея. Глубоко понимала она этот танец страсти, и велико было наслаждение видеть, как живет, играет ее свободное, непобедимое тело. Она танцевала долго, со многими. Мужчины уставали, а она все не могла насытиться. И было уже за полночь, когда, накрикнув, «Ну, еще раз, Энри, последний!», снова медленно начала танец. Глаза ей расширились, и, ласково светясь, обещали многого. Но вдруг, коротко вскрикнув, она спреснула руками и упала, как подрубленное под колени. Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца. Вероятно. Субтитры создавал DimaTorzok